Большая Борла Мне в вашем присутствии расскажут, каким образом мы будем двигаться, какие финансовые средства мы уже закладываем в бюджет, какие денег не хватает, чтобы мы в процессе подготовки и рассмотрения бюджета, я сегодня подписал бюджет и направил его в законодательное собрание для рассмотрения, чтобы мы из этих огромных средств, которые теперь мы стали зарабатывать, могли направить их на реализацию наших планов. В планах помимо ремонта дорог, школ и лечебных учреждений реализация еще четырех новых инвестиционных проектов. Яблоневый сад и животноводческий комплекс, птицекомплекс по промышленному производству и переработке мяса индейки и агрохолдинг по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Объекты будут построены на территории Кузоватовского и Теренгульского районов. Здесь по климатическим условиям и в том числе, безусловно, не секрет, мы откровенно это говорим, о том, что наша задача на сегодняшний день, все те земли, которые на сегодняшний день не возделываются, и все их, соответственно, ввести в сельхозоборот. К 2020 году планируется завершить все ремонтные работы в школе Солдатской Ташлей. Бюджетные деньги на все необходимое уже заложены. Однако, как отмечает министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова, сегодня важно помнить и о престиже учебных учреждений районов на всероссийском уровне. На сегодняшний день есть неплохие результаты конкретно у этой школы. И вот я знаю, что сегодня директор находится в Москве на награждении, они стали лауреатами одного из конкурсов, но этого недостаточно. Вот, например, у нас две сельские школы вошли в топ-300. Это Октябрьский сельский лицей и Большиногаткинская школа. А вот в Большой Борле сегодня нет школ. Ближайшее учебное учреждение находится в 11 километрах от села. Такая ситуация сложилась не из-за недостатка финансирования, а из-за того, что в селе всего 10 школьников старших классов. А где дети? В проекте. Как так? Я уже сколько раз всем говорю о том, что у меня вот пять детей, да? А получается, вам процесс нравится, а результат только мне, да? Подушевленные встречи и жители пообещали, что в скором времени наверстают упущенное. Ведь они смогли задать все вопросы, волновавшие их, и лично пообщаться с губернатором. Самый большой вопрос, который меня интересует, это дорога, которая должна связать Большую и Малую Борлу. Ну, надежды были сегодня высказаны со стороны больших начальников, поэтому, наверное, будем ждать, что уже осенью будет какая-то подвижка, и дорога, наверное, начнет немножечко жить. Не забыл глава региона и о грядущем дне сельской женщины. Всех присутствующих дам он лично поздравил с наступающим праздником и вручил цветы и открытки. Кристина Жакот, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.